На счету артиста с необычной фамилией уже не один десяток ролей. Однако фирменными образами Сергей и Пиору стали эксперт-болист из телевизионного сериала «След» и ректор из комедийного универа. Сергей Владиславович Пиору родился в феврале 1972 года в Свердловске, сейчас Екатеринбург. Несмотря на то, что в его семье не было лицедеев, Сергей рос с чрезвычайно артистичным ребенком. Его мама утверждала, что сын оказался предрожденным актером. Вместе с тем, мама, профессионально занимавшаяся волейболом, увлекла спортом и сына. Сергей ходил в секцию фехтования и стал кандидатом в мастера спорта по стрельбе. Так как в школе дела у Пиору шли не очень хорошо, он перевелся на вечернее отделение и устроился работать на почту, чтобы помогать родителям. Когда парень, окончив общеобразовательную школу, поступил в местный театральный институт, ни родные, ни друзья ничуть не удивились. После завершения обучения он отправился в Новосибирск, где стал актером «Трупы театра «Красный факел» и параллельно работал на местном телевидении, ввел программу «Утренний кофе». Так продолжалось почти 10 лет, пока Сергей не решился отправиться на шторм столицы. К этому времени в его копилке уже было несколько ролей в фильмах, снятых в Свердловской киностудии. Это были эпизоды. Впрочем, постепенно даже маленькие роли артиста становились все более серьезными. В известных сериалах он появился, когда ему уже было за 30. Двухметровый артист сразу привлек внимание дам. Однако у поклонниц не было никаких шансов, ведь Сергей примерный семьянин и предан своей супруге Елене Головизненной. Она тоже артистка. Паре доводилось сниматься в кино вместе. При этом пару раз они становились мужем и женой на экране. Так было, например, все в том же следе. Впрочем, в другой совместной ленте все смешалось в доме, они неожиданно стали папой и дочкой. И это тоже получилось удачно, ведь Елена выглядит очень молодо. С будущей супругой Еленой Головизненной Сергей познакомился в родном театре «Красный факел». Елена ниже его ростом на 25 см и моложе его на 10 лет. Предложение любимый артист сделал перед самым Новым годом 2005. В августе 2006 года личная жизнь Сергея и Елены стала одним целым. Свадьбу праздновали на берегу реки Аби, а вели мероприятия сами молодожены. Вопрос своей национальности Сергей не комментирует, но известно, что Пиоро – это белорусская фамилия западнославянского происхождения. Работать над картиной все смешалось в доме, супругам-актерам пришлось вместо медового месяца. Получилось так, что Сергей и Елена приобрели билеты в свадебную поездку и уже паковали чемоданы, каким позвонили и сообщили, что они утверждены на роли. По сюжету фильма все смешалось в доме главный герой Иван Бобов – вдовец, который в одиночку воспитывает четверых детей. В Москву супруги поехали исключительно ради Елены, поскольку она получила роль одной из дочерей Бобова, а сам Сергей изначально должен был сыграть эпизодическую роль. Но на кинопробах актер настолько поразил всех своей харизмой, что ему доверили сыграть главного героя. Герой Иван Бобов оказался словно списанным Сергея. Так артист из Екатеринбурга получил свою первую звездную роль. В 2007 году Пиора окончательно перебрался в столицу России, после чего московские режиссеры засыпали его предложениями поработать в новых проектах. Тем более, что Сергей по своей фактуре оказался похожим на звезду советского кино Юрия Яковлева. «Какая гадость! Какая гадость! Это уже взрывная рыба!» У публики даже возникали вопросы о родстве двух исполнителей. Вскоре телезрители увидели артиста во множестве фильмов и сериалов. Ярче других выделился след, где Пиору пристал в образе Игоря Шустава. Поначалу участие в рейтинговом проекте обрадовало актера. Но когда количество серий побило рекорд Санта-Барбары, он стал беспокоиться, что навсегда останется в памяти зрителей в образе полицейского. Но вернемся к нашей паре. Разница в возрасте у Сергея и Елены 10 лет. На момент свадьбы Сергею было 34. У супругов родился сын, которому дали имя Арсений. Сейчас ему уже 15 лет. Елена стала больше уделять времени семье. 14 февраля Сергею Пиору исполнилось уже 52 года. Сергей и Елена почти не расстаются. Они рядом и дома и на работе. Они поддерживают друг друга, делятся советами, радуются достижениями, не конкурируют между собой. Елена после свадьбы взяла фамилию мужа, однако предпочитает, чтобы в титрах указывали ее девичью фамилию. Супруги вместе уже 18 лет. Они воспитывают сына Арсения, который хочет стать футболистом и изучает испанский язык. В прошлом году актер появился в четырех кинопроектов, а в настоящее время задействован в съемках сериала «Пять минут тишины, моря и горы». Вообще Сергею не по душе то кино, что сейчас снимают, и сам он любит пересматривать старые фильмы советских времен, среди которых наиболее любимыми являются «Любовь и голуби». А от роли Шустова в «Следе» он уже порядком устал. Отдушиной для него является игра в антипризе, где ему достаются разноплановые роли. Один из последних спектаклей с его участием – Евгений Онегин, где актер играет князя и няню. Сергей Пиоро обожает автомобильные путешествия и уже побывал в европейских странах и в северных регионах России. Его жена Елена периодически продолжает сниматься в небольших ролях кино. В 2017 году она сыграла в фильме «Аномалия». У Сергея же, напротив, очень плотный график. Каждый год с участием актера выходит несколько картин или сериалов. Сейчас Пиоро продолжает покорять киноолимп. В сентябре 2021 года состоялась премьера детектива «Историк», особенностью которого стал метод раскрытия преступлений с помощью рисования комиксов. Поначалу Сергею Владиславовичу предложили в проекте роль оперативника, которая впоследствии отошла его однокурснику Максиму Битюкову. Пиоро же повысили в звании, однако на количестве сцен это сказалось негативно. Впрочем, артист был рад уступить товарищу по вузу. Создатели ситкома «Универ», по словам продюсера Евгения Соболева, захотели представить героев комедии во взрослой жизни. Так появилось продолжение «Универ» 10 лет спустя, релиз которого выпал на «Зиму» 2021 года. К прежним ролям вернулись ранее задействованные в проекте актеры и Сергей Пиоро в их числе. Пожелаем этой замечательной семье счастья, творческих успехов и всего наилучшего!